Это действительно особенные люди, но свои поступки геройскими они не считают. Они просто делали свое дело. Выполняли свой долг. Пережив наводнение в 2002-м, оказывая помощь Крымску, пострадавшему от аналогичной стихии в 2012-м, Ейску в 2014-м и Туапсинскому району в этом году, они, как никто другой, знают, что это значит, засучив рукава, работать в круглосуточном режиме, вытаскивать людей из подтопленных домов, расчищать завалы, когда вода отступила. Помощь ближнему каждый воспринимает, как дело чести. Вы, как никто, знаете последствия и масштабы недавней Туапсинской трагедии. Новороссийцы работали, помогали. Нас не надо просить никогда, всегда становимся плечом к плечу, но, конечно же, лучше помогать, чем ощущать это у себя. И разрешите еще раз вам сказать слова благодарности всем нашим ресурсникам, которые, ну, просто, не знаю, с таким профессионализмом отработали вот этот ЧАЭС. И такой ветер, и все равно работали, продолжали восстанавливать электроэнергию, распиливать эти деревья упавшие. Конечно, порой подвергая себя опасности, но делаю все на благо наших людей, на благо безопасности в нашем городе. Спасибо вам. Они делали все возможное и невозможное, чтобы жизнь тех, кто оказался в разрушенных природой и стихии районах, вернулась в прежнее русло, как можно раньше. И это заслуженные награды за их работу, тяжелую и совсем непростую. По оценке губернатора Кубани, Новороссийск – один из тех городов, кто внес наибольший вклад в ликвидацию последствий октябрьского наводнения, произошедшего в Краснодарском крае. 24 часа в сутки они оберегают нашу жизнь. Благодаря оперативно принятым мерам и слаженным действиям каждого и всей команды в целом, управление ГОЭЧС, администрации внутригородских районов, всех структурных подразделений муниципалитета и служб города в борьбе со стихией Новороссийску удается каждый раз выстоять с минимальными потерями. Да, работа – это очень сложно, в тяжелейших погодных условиях и чаще всего с риском для жизни, потому что стихия – это пололет, ветер и так далее. И вы очень мужественно, несмотря на тяжелейшие условия, выполняете свои работы, действительно на вас жители, действительно молятся, примутся в светослове и ждут, когда же вы, повторяю, рискуя для развития своей жизни, закончите какие-то виды работ. Вы, несмотря ни на что, на все трудности, успешно управляетесь с ними. Это инициатива сегодняшняя не только глава администрации Игоря Алексеевича Дельченко, но и те жители, которые пострадали, которые действительно спасли вы. Это общая тема всех жителей города Новосийской администрации. Они видят, они видят, знают вас. Конечно, благодаря за вашу действительно очень сложную, тяжелую, ответственную и очень небезопасную работу. И даже в свой профессиональный праздник им не до отдыха. Получив заслуженные награды, они поспешили на свои рабочие места для того, чтобы ни один новороссиец не испытал дискомфорта, а на улицах Новороссийска было спокойно и безопасно. Природа, как всегда, испытывала нас на прочность. И наши знаменитые нордосты, и смерчи нас пугали, были предпосылки подтоплению. Ну, со всеми задачами мы справились. Глава города, председатель городской думы поощрили грамотами лучших специалистов гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятий города. И нам действительно есть чем гордиться. В смотре конкурса на лучшее муниципальное образование в области ГОЧС Краснодарского края мы заняли первое место. Также мы участвовали в таком же конкурсе в Южном федеральном округе и заняли тоже первое место. А наш глава города, Игорь Алексеевич Диченко, признан лучшим председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края. Все это, безусловно, замечательно. Ну и накладывает нас определенные обязательства. Планка взята, и терять мы ее не имеем права. Поэтому в следующем, 2019 году и в дальнейшем будем наращивать усилия для защиты нашего города.